У многих людей с детства формируется привычка стонать. Знаете, так что-то делаешь. Я не говорю про сексуальные отношения, где там какие-то эмоции, приятности и все такое. Я говорю просто стонать именно в быту. Что-то поднимаешь. Или на второй бок повараешь и стонешь. То есть такая вот чувствуется немощь. Бедный человек, беда. Ну что такое беда, да? Бедный человек, беда. Беда, ну просто он ленивый человек. Как мы уже говорили раньше, лень это такое начало смерти. То есть можно так равно поставить. Лень и смерть. То есть человек идет к старению, когда начинает лениться. А вот стонет человек именно по причине вот этой лени телесной. Вот смотрите, что такое привычка стонать. Это значит, что человек не контролирует свое тело. То есть вот вроде все нормально, да? Возьми то, сделай. Можешь бодро это сделать. Он говорит, нет, он пессимист. Он не может так жить. Нет, он может так жить. Просто ему никто не говорит, не учит ему. Легче ему таблетку дать, чем научить, как поступать и жить. Вот идет человек вроде, и вот он чувствует усталость такое. Все, ноги еле волочить, ноги все такое. И стоны постоянно раздаются. Что ж такое, человек? Ну а если взять и сказать телу, да? Вот допустим, на таком примере взять, отделить то, что думает, а то, что ходит. У нас есть в голове мысли, значит, они что-то думают. Это же какой-то душа есть, говорят, да? Говорят, в религии есть душа какая-то бессмертная. Вот если взять эту душу и комплекс тот, который думает, значит, есть нечто бессмертное, что не зависит от тела. Тело это типа того, что машина какая-то биологическая, которую мы имеем, и вот которая вот так ходит и стонет, идет так еле ноги волочит. А что если просто сказать телу, понять, что ты душа, что ты сознание, и сказать телу, так, твое тело. А теперь с этого дня ты стонать больше не будешь. Будешь ходить, вон, как тот мальчик-футболист, посмотришь в футбол, смотришь, он идет такой бодрый, аж подскакивает, у него такие мышцы, ноги такие все. Вот идет, вот так вот будешь себя чувствовать. Он еще подпрыгивает на этот человек, смотришь, прыгает, нифига себе. Вот это твой тонус, и ты телу это говоришь. То есть идешь по ступенькам, поднимаешься так, привычно так, а ты идешь, выпрямляешь тело, и оно пошло как положено, как нормальное, сильное тело. Может оно послушается, и так после недели такого тренинга оно начнет так именно и ходить. То есть это зависит от тебя, человек. То есть как ты себя чувствуешь, в большей степени зависит от тебя. Если ты позволяешь себе стонать, если ты позволяешь себе быть бедным, что такое бедность, да? Бедулики, говорят сейчас, в этом культе уже пришло к культуре, что бедное это когда мало денег. Нет, бедное это когда ты дурной, глупый человек, не понимаешь, что ты являешься хозяином своего тела, что ты являешься тем, что думаешь, что ты сознанием являешься. И ты можешь этим телом просто-напросто командовать. Ты можешь с ленью так же работать. Привозят, лень, ух ты, ты что, умереть захотела? Все. Если надо, смотришь, оно такое там, не надо напрягать тело, не надо это, нужно взять его, прощать. Оно же животное наше тело, понимаешь, животное, оно же ничего не понимает. Оно только команды, вот как вот пес, да, сможешь с ним договориться, сможешь выдрессировать, он тебя начнет понимать. Не умеешь ты пса выдрессировать, ты со своим телом работать не сможешь. Даже если очень захочешь. Ты будешь вот, возьмешь себе котика или собачку и будешь с ней жить вот так вот, два таких животных. Одно с человеческим разумом, а другое без, со своим разумом. Они, в принципе, на одном уровне находятся. А человек, в котором доминирует животное начало эмоциональное, это называли раньше демонами. И вот такой демон с животным живет так вместе, да, они так мило сосуществуют, друг друга понимают, и все окей как бы. Но, ведь не нужно сосуществовать с животным тем, ты со своим телом сосуществуй, чтобы к старости себя создать. Создать это тело, сделать его дисциплинированным, без всякого усилия. Вместо того, чтобы его заставлять, нужно ему все прощать. Уже была тема отдельная, такое прощение. Это как элементе. Заметил, что лень есть. Ты же не хочешь лениться человек, правда? Не хочешь, по большому счету. Да, можешь ты обосновывать свою лень, да, иногда приятно там понежиться, все. Но, по большому счету, ты не хочешь лениться. Ты же понимаешь, что лень за лень, это программа. Программа создается, и в конце ты делаешь свое тело немощным с помощью этой лени. Потому что лень, это вот состояние без энергии. А вот желание, это то состояние, когда жизнь. Когда существует жизнь, когда стремление, когда все существует. Вот человек без желания, он ленится. Когда есть желание, он бегает, там, шопоголик и все такое. То есть, или там половые желания какие-то. Он полностью все забывает, бегает, как осел. Стремление есть какое-то идет. Так вот, серединный путь между этим существует. То есть, ты понимаешь, что желание – это жизнь. И ты понимаешь, что лень – это смерть. И вот ты свое тело именно держишь в тонусе. Говоришь, я хочу, чтобы ты ходила вот так вот ровненько, молодец. Такой, я хочу, чтобы ты утром вставала и руками, ногами махала, делала 10-20. А потом и через год уже 30 присядов каждое утро. Прыгала, бегала. Ты должно это делать. Ах, ты ленишься? Ну, хорошо, моя хорошая, я тебе прощаю. Все, тебе прощаю. Но ты вот сейчас вот за это ты должна сделать то-то и то-то. Идем вместе. То есть, ты командуешь своим телом, как машиной. Она есть на самом деле машиной. Не надо позволять, чтобы эта машина, животное, фактически командовала тобой человек. Поэтому сделай усилие и подумай, что ты то, что ходит. Прикажи своей руке, чтобы она поднялась. Видите, как просто она поднялась. Палец покажи. Вот этот палец. Вот такой вот палец только и показывать. И других пальцев не надо показывать, потому что это будет смешно и некрасиво. Вот. Поэтому вот это простые вещи, казалось бы. Ну, человек в то же самое время, вместо того, чтобы об этом подумать, он просто идет тупо к врачу, который выписывает ему таблетку-антидепрессант и делает его из него наркомана. Хотите такой жизни? Пожалуйста. Никто вам не мешает быть наркоманами, зависимыми людьми и слабыми, немощными. Не нужна какая-то сверхволя. Нужна всего лишь цель сделать тело здоровым. И вот, сказал же, взять идеал. Вот этот бодрый молодой человек или ребенок, который скачет, как это самое. Попробуйте. Тело потом может научиться этому всему в любом возрасте. Просто нужно понять механизм, тонкий механизм. Когда ты владаешь телом и говоришь ему, что нельзя расслабляться, измени меня. Пройти вот это расстояние отсюда-сюда нужно бодрым шагом. И все. И не иначе. И каждый раз, каждый день только так ходить. Выпряменная спина, голова высоко. И упражнения, и целый комплекс у вас есть. И каждый день это делать. А еще лучше найти себе молодых тренеров, чтобы они вас тренировали. Или в секцию записаться. Или пойти в спортзал или еще куда-нибудь. На бассейн. Каждый божий день. Но главное не в этом. Главное вот здесь вот. Когда ты тело считаешь своим механизмом. Своей личной машиной для жизни. Которая приспособлена для этой жизни на этой земле. А потом, когда мы в свои сны уже идем. Уйдем, уйдем, уйдем. Потом возвратимся обратно в другое новое тело. Вот такая вот тема. Про наше тело. Про нашу лень. Про то, как можно тело сохранять до конца наших дней. Которые нам тут приписаны на земле. Бодрыми и нормальными. Нельзя опускаться до лени. Нельзя до немощи опускаться. Это очень-очень плохо. Если вы уже в таком состоянии. То делайте маленькие-маленькие усилия, чтобы выпрямляться и ходить ровно и хорошо. Привычка создаст целую систему, которая у вас будет. То есть запрограммируйте вы свое тело. И оно будет вас слушаться. Оно будет вас слушаться. Оно тело, а вы разум.